Улица Клочковская, перекресток возле бизнес-центра «Тетрис». Водитель ВАЗ-2112 поворачивал влево и не пропустил Рено, ехавшее навстречу. Роман ехал как раз за 12-кой. Вышел убедиться, что нет пострадавших. На капоте ВАЗа заметил милицейскую фуражку. Он вел себя неадекватно, грубил, угрожал. Потом в оконцовке, когда понял, что ничего не поможет, и очень много людей начал предлагать деньги, чтобы этот вопрос урегулировать, с полицией сказал, что все вопросы он порешается. Таксисту водитель предлагал тысячу долларов, только вот договориться не получилось, говорит свидетель. Подъехавшим полицейским стал жаловаться на плохое самочувствие и вызвал скорую. Патрульные заподозрили, виновник может сбежать с места аварии. Наш патруль проследовал за ним следом, оскільки ДТП уже было скояно, у нас были свидетели, которые подтвердили, что он был за кормом и что он был в стане алкогольного спьянения. Врачи мужчину осмотрели и отпустили. Состояние признали удовлетворительным. О свидетельствовании на алкоголь он проходить отказался и просто вышел из отделения. Однако на пороге его ждали полицейские. Нет, вы не пойдете, оставайтесь на месте. Идемте. А что вы не трогаете руками? Вы не подчиняйтесь законам требования. По кому-то законам? У нас нет законов. У нас есть закон. У них он закон. На задержание участника аварии полиция вызвала подкрепление. Уже в райотделе патрульные узнали, что водитель Буян – действующий сотрудник милиции, капитан уголовного розыска Октябрьского райотдела милиции. В правоохранительных органах он проработал более 8 лет. Коллеги уверяют – ценный сотрудник. Данных о том, что он был нетрезвый, у нас нет. Данная информация проверяется. Для райотдела это по любому ЧП, потому что связано с сотрудником милиции. На данный момент проводится проверка касаемо конкретно данного транспортного происшествия. Милиционер нынче на больничном. Если будет доказано, что он действительно сел за руль нетрезвым, из органов внутренних дел его уволят, говорит его начальник. Пока же ему грозит только штраф. За вождение в нетрезвом виде и без документов. Анна Василенко, Игорь Новиков, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова